Это пиратский тренинг «Английский без зубрёжки и домашних заданий на высший балл». Я Элен Торнадом, организатор и ведущая этого необычного тренинга. Что сегодня будет? Мастер-класс «Вежливый английский. Межкультурные различия. Как нельзя говорить, чтобы грубым не быть?» Да, как нельзя говорить, чтобы не звучать грубо и глупо для носителя английского языка. И будет новый блок «Предупреждение». Напомните мне в конце, чтобы я ещё кое-что добавила в соответствии, скажем так, со сложившейся ситуацией. Мы пойдём на экскурсию в English Wave, и вы увидите замечательные тренинги, а также ответы на вопросы. Длительность мастер-класса – 2 часа. Да, друзья, за рубежом сложилось мнение, что мы, русские, какие-то вот грубые. И русскими они считают всех, кто с постсоветского пространства. И есть две причины, почему тиражируется такое мнение. Первое – это пропаганда, которая льётся из всех, как говорится, утюгов. Если вы посмотрите голливудские фильмы, то выходцы с постсоветского пространства – это всегда какие-то отрицательные герои. А вторую проблему мы разберём сегодня. Когда я стала активно общаться с британцами и американцами, и со многими подружилась, так скажем так, очень тесные у нас были дружеские связи, то мне часто стали задавать один тот же вопрос – почему вы, русские, такие грубые? Как я уже сказала, русского они называют всех с территории бывшего Советского Союза. И якутов, и казаков, и украинцев, и белорусов, всех. Но не в этом дело. Я вам признаюсь, я была в шоке от вопроса, потому что речь шла о культурных и образованных людях в моём понимании. Это были преподаватели вузов, писатели, учёные. И мне было обидно. Я начала разбираться, в чём дело. А дело всё в том, что то, чему учат вас в учебниках, в школе, на курсах и в соцсетях, очень часто звучит грубо и глупо для носителей языка. И самые распространённые фразы «Give me, please, do you understand me, listen to me» на самом деле в определённых ситуациях, в тех, в которых как раз наши туристы их употребляют, имеют совсем другой смысл и звучат очень грубо для носителей языка. Поэтому очень важно знать и уметь их применять, чтобы вас уважали, не считали грубыми и некультурными, чтобы вы не попадали в ужасные ситуации из-за грубых выражений, потому что этикет общения в англоязычном мире, в общем-то, один из самых важных. Так, Лида пишет очень тихо, друзья. Почему сразу не писали? Надо было сразу писать. Я не знаю, как сейчас, лучше или нет. Напишите. Сейчас вроде бы погромче. Те, у кого тихо, попробуйте у себя прибавить громкость, потому что я боюсь, что начнётся эхо, вот, но тем не менее. То есть я сейчас немножко звук прибавила. Напишите, как, как получилось. И, друзья, правило остаётся теми же. Вежливость и уважение к спикеру и всем участникам. Будьте активны. Пожалуйста, пишите в чат, когда я вас прошу, потому что когда я сижу просто перед камерой, камера у меня вот там, а презентация у меня вот там. Поэтому я буду туда поворачиваться. Когда я просто сижу перед камерой, ну, мне не особо комфортно общаться с камерой. А вот когда я вижу ваши комментарии, то я представляю, что вы пришли ко мне в гости, и мне хочется с вами делиться ценным материалом. Да, третье. Без ссылок в чат, без выражения недовольства и посторонних советов. И, пожалуйста, задавайте вопросы, если что-то непонятно. На часть вопросов я буду отвечать по ходу эфира, на другие я отвечу в конце. И, пятое. Записи мастер-классов можно репостить себе в соцсети. Я знаю, что многие закрывают записи, да, и потом их продают. Значит, вы можете пользоваться этим. Пожалуйста. Можно репостить с YouTube, из нашего паблика ВКонтакте, и ссылки на все наши ресурсы есть под видео. Так. Всё отлично было хорошо слышно, и сейчас хорошо слышно. Замечательно. Ага. Лида Аберьянова, вам лучше стало слышно? Друзья, кто меня знает, был на моих тренингах, мастер-классах, марафонах, напишите, пожалуйста, «Привет». А кто пришёл впервые, я рада знакомству, напишите «Рад» или «Рада». Я знаю, что многие могут только смотреть и не могут писать на YouTube, но ничего, давайте всё-таки посмотрим, кто что напишет. И если вы впервые на моём канале, и вам нужен хороший английский для путешествий, карьеры, общения, ПМЖ и для других целей, я очень рекомендую посмотреть этот мастер-класс, узнаете много полезного, и, конечно, подпишитесь на канал. В конце вы получите ссылку на подарки и мегаэффективную практику устной речи и аудирования. И, друзья, для тех, кто будет новенький, кто меня ещё не знает, я скажу буквально несколько слов о себе. По образованию я лингвист, педагог, психолог, по призванию талантливый методист. Более 25 лет я учу хорошо говорить и понимать на слух особыми методами, без зубрёжки, без мемотехния, даже без домашних заданий. Я автор мощной системы обучения из 120 методов и приёмов. Создатель уникальных смарт-тренажёров встречу носителей языка. Один час практики на смарт-тренажёрах равен 15 часам занятий с носителем языка, преподавателем высшего класса. Мои ученики живут и делают успешную карьеру в 58 странах. Среди них руководитель отдела НАСА, аниматор в Пиксар и другие. И, как я уже говорила, это очень крутые результаты, потому что на руководящей должности в НАСА не берут иностранцев. А вот мой студент стал исключением. Он стал руководителем отдела в НАСА. А это результаты учеников первой виртуальной школы English Way, которую они получили благодаря мощной системе обучения. Павел Захаров получил должность руководителя отдела в американской компании. Занимался он в 50 раз меньше, чем его коллеги иностранцы, которые говорили по-английски на таком же уровне. Катерина Горенко сдала устную речь и аудирование IELTS на профессиональный уровень 9 из 9 без специальной подготовки. И занималась она в 10 раз меньше, чем её кузина в лучших школах Великобритании. Леонид Скаморохов, пенсионер, сдал TESOL на 97%, ну, из 100 возможных, без подготовки, без специальной подготовки, которую проходят обычно все. И для тех, кто не знает, сертификат TESOL даёт право преподавать английский в качестве иностранного по всему миру. И вы тоже можете получить такие же результаты, или даже лучше, обучаясь в English Way. Да, Елена пишет, Елена пишет, Елена, очень рада встрече с вами, всегда в гостях, всегда очень уютно и интересно. Спасибо. Да, привет, привет, вижу, замечательно, друзья. И для тех, кто у нас в тренинге, я напомню немножечко по регламенту. Значит, 10.07 у нас был первый мастер-класс. Как научиться хорошо говорить и понимать на слух без зубрёжки и домашних заданий. Мы разобрали, почему бесполезно слова и выражения учить, если хотите хорошо говорить. Мы разобрали отличие знания от навыков. Когда вы что-то учите, вы получаете знания. Выучив слова и выражения, вы получаете знания. Но это не помогает научиться хорошо говорить, потому что говорить и понимать на слух – это навыки. И мы выяснили, что же самое главное в обучении, чтобы получить самый лучший результат. Те, кто пропустил этот мастер-класс, обязательно посмотрите, потому что у всех практически есть заблуждение, поэтому заблуждение по изучению английского, поэтому они имеют такие большие проблемы. проблемы с устной речью, проблемы с пониманием на слух. И то, что наши студенты проходят за год, осваивают и умеют делать за год или за полтора, большинство изучающих английский никогда не может достичь этого такого уровня. А большинство преподавателей идут к этому 8, 10 и даже 15 лет. Но не все преподаватели имеют такой уровень, как наши студенты. Итак. И я напомню, что у нас в понедельник 17.07 мастер-класс номер 3 «Как избавиться от языкового барьера, стеснительности и научиться отказывать», то есть научиться говорить «нет», когда вам садятся на шею. 20.07 самый важный мастер-класс «Как научиться хорошо говорить и понимать на слух в 10 раз быстрее, чем в языковых школах Англии и США». И, друзья, мы переходим с вами к мастер-классу «Вежливые английские межнациональные различия». Хотя сейчас это называется «межкультурные различия», всё-таки это ближе по смыслу «межкультурные различия». Я рассказываю об этой проблеме с 2012 года, но большинство изучающих английский даже не слышали об этом. Сейчас будет первая часть. Как нельзя говорить по-английски, чтобы вас не считали грубыми и глупыми. А вот «Как надо говорить» – это вторая часть. И как её получить, я расскажу в конце. Всё началось с истории более 10 лет назад. Моя знакомая Ирина летела из Франкфурта на Майне в Нью-Йорк с мужем-французом. И поскольку рейс выполнял экипаж из США, она решила попрактиковать свой английский. На борту предлагали ланч на выбор – мясо или рыба. И она сказала «Мы с мужем – вегетарианцы. Дайте мне, пожалуйста, две рыбы». Как бы вы это сказали по-английски? Она сказала так, как её учили. «Give me, please». И вдруг она увидела, что стюардесса, очень милая девушка, побледнела и нахмурилась. «Наверное, я не поняла», – подумала Ирина. И громко спросила «Вы меня понимаете?» Эта фраза есть в каждом учебнике. «Do you understand me?» И вдруг стюардесса вспыхнула, покраснела и гневно взглянула на Ирину. «В чём дело?» – не поняла Ирина. «Что не так?» А стюардесса спрашивает «Are you Russian?» И моя приятельница была в шоке. «Как она могла узнать?» «У неё французский паспорт, летят они из Германии». Сегодня вы узнаете, какое значение эти две фразы имеют на самом деле. Да, существует, так сказать, четыре типа грубого поведения. Первый – это реально грубые люди. Они грубят по любому поводу, вернее, без повода, и намеренно хотят сделать больно или неприятно других. Мы об этом сегодня говорить не будем. Второй тип считает, что ведут себя правильно. Типа «У нас свобода», «Чё хочу, то ворочу». И любые мои фразы такие «Я что, кому-то обязан?» Или «А что я такого сказала?» Ну вот, скажем так, в нашей стране, да, вот как-то принята огромная вседозволенность. В англоязычном мире такого нет. И вот об этом нужно знать. Третий тип – это нормальные, хорошие люди, но они не знают, как себя нужно вести или не умеют себя вести. Просто они думают, что они поступают правильно. И четвертый тип – умеют себя вести в соответствии с этикетом, они воспитаны, но существуют так называемые межкультурные и межнациональные различия. И в таких случаях они тоже выглядят невежливо в другой стране. Друзья, понятно сейчас, о чём мы говорим? Да, мы сейчас будем говорить вот о третьем и о четвёртом. О третьем и четвёртых пунктах. Напишите, пожалуйста, плюсики в чат, что меня понятно. Напишите, пожалуйста, плюсики в чат. И я думаю, что каждый из вас испытал на себе грубость. Вспомните свои ощущения. Вот какое чувство это вызывало лично у вас, если вам было очень неприятно или обидно, не хотелось продолжать беседу. Вот если у вас были какие-то неприятные чувства, поставьте, пожалуйста, единички в чат. Часто человек сталкивается с плохим отношением к себе, потому что сам является инициатором. То есть своим поведением он вызывает ответную реакцию. И ваша речь или ваше поведение могут быть невежливыми и грубыми, хотя вы даже не подозреваете об этом. Я имею в виду в другой стране. Ну, например, смотрите по-русски. Невежливо обращаться к незнакомым людям на «ты». Но англоязычные люди, которые изучают русский, часто обращаются на «ты», потому что им не объяснили это правило. Для чего правила этикета и вежливого общения, вежливого поведения? Чтобы люди могли взаимодействовать друг с другом и не доставлять неприятностей. И мы начнём с общепринятых правил и закончим межкультурными различиями. Это когда вежливые русские фразы в перепереводе на английский язык звучат грубо. Как я уже сказала, то же самое можно сказать и про русские фразы. Кстати, вот у меня был очень интересный случай с американцем в ресторане. Американец спрашивает, как будет по-английски? I'll have. То есть I will have, I'll have. Ну, если кто не знает, это один из способов заказать еду. Я говорю тебе как, дословно? Вернее, вам дословно, да? В английском нет «ты», есть только «вы». Он говорит «да». Я говорю, ну я сразу предупреждаю, мы так не говорим. Ну, я ему сказала, как. Вот. И когда подходит официант принимать заказ, иностранец произносит фразу «я поимею вас». Я говорю, я поимею вас. Официант такой напрягся. Вот я говорю, спокойно, спокойно, иностранец, он имел в виду совершенно другое. Здесь, понимаете, когда вы слышите речь, вам не приходит в голову, что человек не понимает, что он говорит. То есть если он говорит, то он понимает. Что хотел сказать иностранец? Я хочу заказать ваше дежурное блюдо или ваше там лучшее блюдо дня или что-то в этом роде. Вместо «ваш», «ваше», он сказал «вас». Ну, «ваш», «вас», как и так похоже звучит, да? А вот «I'll have» – это калька. С английского языка. Это калька с английского языка. Я поимею, да? Мы так не говорим. Это звучало достаточно грубо. Так, друзья, у меня почему-то замер чат. Вы есть? Поставьте плюсики в чат. Всё ли нормально? Идёт трансляция. У меня замер чат. Поставьте, пожалуйста, плюсики, потому что я не могу понять, идёт ли трансляция. Так, у меня почему-то... Сейчас я обновлю. А мы так не говорим. Это звучало достаточно... Друзья, вы тут? Поставьте плюсики в чат, пожалуйста. Итак, общие правила, общепринятые правила вежливости, которые нужно соблюдать всем. Имя. К человеку нужно обращаться так, как он представился. Это важно у нас, и это очень важно в англоязычном мире. Например, вот есть такое еврейское имя Наташа. Вот не Наталья, не Наталья, а именно Наташа. Полное имя Наташа. И когда вот моя знакомая Наташа училась в школе, то вот учителя её часто называли именно там Наталья, хотя это не её имя. То есть вот коверкать имя не нужно. Это невежливо. И, кстати, у меня на канале есть видео «Пять секретов английских имён». Мои студенты уже видели, конечно, это видео. Вот. Если вы новенький, обязательно посмотрите. Да, наверное, я даже дам ссылку под видео после трансляции. Вот. Там как раз вот все нюансы употребления английских имён. То есть у них совершенно они говорят по-другому. Мало того, что они у них нет отчества, да, как у нас, но и к именам они тоже относятся по-другому. Совершенно. Поэтому я рекомендую вам обязательно посмотреть. Далее. Советы. Нельзя давать совет, если об этом не просят. Никогда. Я хотел как лучше, говорят советчики. Особенно любят давать советы те, кто вообще не разбирается в вопросе. Друзья, а вот напишите двоечки в чат, поставьте, если вам знакома ситуация, когда к вам лезли с советами, в которых вы не нуждались. Поставьте, пожалуйста, двоечки в чат. Смотрите, можно давать совет своим ученикам, подчинённым, своим детям в осторожной форме, да, потому что они могут это принять в контр. Если у вас кто-то просит совет, конечно, помогите, если есть возможность. Но лезть с непрошенными советами не следует. Далее. Мнение. Нужно очень осторожно высказывать своё мнение, особенно в англоязычном мире. Нельзя давать критическую оценку человеку, если он вас об этом не просит. И очень часто я слышу, я могу критиковать, кого хочу, вот это невежливо. Критика неприемлема с древних времён. Даже есть библейская заповедь, да, гласит, не судите. Кому знакомо, когда вы чего-то добились и делитесь своими планами, или делитесь своими планами, а ваши знакомые или друзья вместо поддержки критикуют вас. Поставьте троечки, вспомните, насколько это неприятно. Что касается англоязычного мира, то там есть очень жёсткие правила. И человек не высказывает критику, потому что могут быть плохие, даже трагические последствия. Запомните, негатив и критика людей это табу. Критика на работе в большинстве компаний в англоязычном мире не употребляется. Я скажу так, там, где именно корпоративная культура содержит, значит, этого требует, да, потому что есть компании, где как раз начальники, есть такие компании, где начальники уничижительно общаются, да, со своими подчинёнными. Ну, вспомните, дьявол носит прада, такой фильм. Вот, но это скорее исключение. Значит, на все недостатки принято указывать в мягкой обтекаемой форме. И человек, значит, не знакомый с такой вот корпоративной культурой, может даже не понять, что это была критика, думать, что его хвалят. вот. И, значит, смотрите, такой интересный пример про слово interesting. Интересный, да, кстати, произносится как с буквой т, так и без буквы т. Interesting и interesting. у нас это слово имеет положительную окраску, то есть, если нам что-то реально интересно, мы говорим, да, это интересно. Представьте себе, что в англоязычном мире это слово может иметь и отрицательную окраску. Вот такая ситуация, значит, на стене висит картина, хозяин дома показывает эту картину, а там какие-то ляписные совершенно картины, ну, я бы сказала так, с сомнительной художественной ценностью. Его гость так смотрит на эту картину, ему она не нравится, но он об этом не говорит, он говорит так interesting, interesting, то есть, если в такой спокойной форме вам говорят interesting, это означает, что человеку не понравилось. You see? Вот для кого это новое, для кого это новое, поставьте четверочки, кто впервые об этом узнал, поставьте четверочки. Поставьте четверочки, кто впервые об этом узнал. Друзья, я знаю, что многие, кто смотрит YouTube, они не могут писать, потому что у них нет пощи на Gmail, но у кого есть, пожалуйста, пишите. И, да, с одной стороны, отсутствие критики, это вроде как хорошо, но есть и обратная сторона медали. За неосторожную фразу можно все потерять, и работу, и вообще все. И если вы посмотрите на представителей англоязычного мира, то они очень тщательно подбирают слова и выражения, вот так обтекаемо, обтекаемо. И есть темы, на которые они не имеют право высказывать свое мнение, если оно отличается от, как говорится, спущенного сверху. Ну вот, например, Джоанн Роллинг высказала свое мнение, и знаменитую писательницу Джоанн Роллинг отменили, то есть ее пристали везде приглашать. Да, кто знает про эту ситуацию, про ситуацию с Джоанн Роллинг, поставьте пятерочки. И если кому интересно, то напишите в концепт, напомните мне, я вам расскажу, что это за история, когда Джоанн Роллинг отменили. Кто не знает. Так, да, значит, и свое мнение можно высказывать без оценочных суждений, то есть вот то, что касается денег или стоимости, не нужно говорить, что это там или дорого, или дешево. Есть хорошее такое слово багген, удачная покупка, да, вот там дешево или дорого, это тоже не принято употреблять, потому что то, что для кого-то дорого, это не обязательно дорого для всех, и то, что для кого-то дешево, это не обязательно дешево для других. Следующий момент, замечание. Делать замечание посторонним людям нельзя, это не принято, только в самых крайних случаях, если уж человек делает что-то из ряда вон. Однажды я наблюдала в Англии, как человек хотел пролезть вперед в междугородний автобус, хотя на посадку стояла очередь, и ему сказали, «Простите, здесь очередь». «Excuse me, there is a cure». Замечание принято делать в тренингах, в обучающих и других заведениях, если человек нарушает правила или не выполняет требования. И если вам делают замечание в таких случаях, то надо сразу принести извинения без всяких оправданий и делать так, как надо. это правильно. Юля пишет, «В фильмах часто». Не поняла, что в фильмах часто. А, в фильмах часто вы имеете в виду, грубо разговаривают, да, вот по поводу фильмов я как раз вам скажу дальше, почему фильмы не под... Часто фильмы не подходят для того, чтобы копировать речь. Да, и как же вот указать человеку вежливо на какой-то промок в повседневной жизни? Друзья, я всем рекомендую взять эту формулу на вооружение и в своей семье, и к детям, и к близким, и вообще, когда вы с кем-то общаетесь. Есть такая замечательная формула, которая называется «Комплимент, замечание, комплимент». Я приведу пример. Например, ребёнок помыл посуду, но качество нехти. Как сделать замечание, чтобы ребёнка не пропало желание мыть посуду, да, то есть сначала вы говорите комплимент. О, какой ты молодец, помыл посуду, это так здорово! Дальше идёт замечание, оно в какой форме, смотрите. Смотри, чтобы не оставались пятна, ну, допустим, что-то там подгорело в кастрюльке или что-то он не помыл, надо вот так потереть щёточкой или там как-то ещё. Но идея помочь с посудой – супер, спасибо тебе! Окей? То есть комплимент, замечание, комплимент. Сначала вы говорите или похвала, замечание, похвала, да, то есть вместо комплимента может быть похвала, то есть похвалить человека, потом сделать замечание в мягкой форме, в вежливой форме и затем снова похвалить. Можно ли указать постороннему человеку на площадь? Если, например, вы идёте по улице и видите у человека пятно на одежде, да, а он, наверное, скорее всего не видит. Вот. Но надо сказать, что в англоязычном мире скорее всего пройдут мимо. Не принято. Вот. Но у нас можно обратить внимание, но очень-очень аккуратно, очень приватно, во-первых, чтобы другие не слышали. Ну, например, вы подходите и говорите, девушка, простите за беспокойство, вам сзади на пятно кто-то посадил жирное пятно. Ну, то есть нужно снять не у вас пятно на юбке, то или вы посадили пятно, а можно сказать, что у вас пятно на юбке, да, но не нужно говорить, что вы посадили пятно, потому что вы не знаете на самом деле. То есть нужно снять ответственность человека, нужно сказать, что кто-то вам посадил пятно сзади на юбку и там сзади на блузку, да. И если человек воспитанный и хочет перенести пользу, то алгоритм точно такой же до комплимент исправление комплименты это делается приватно вот как-то в нашем паблике вконтакте английские без убрежки английские с нуля до эксперта сейчас называется паблик вышел пост с опечаткой ну такое бывает у всех и девушка нам написала в чат у вас классный материал мне очень нравится но сегодня в посте вот такая вот опечатка спасибо вам за полезный материал и мы конечно пошли и этот материал этот эту опечатку исправили форс-мажоры да да это да форс-мажорах там очень категорично по-английски это называл фильм сериал называется suits как пиджаки и статьи закона suits назывался форс-мажоры в русском варианте так помощь вот тут тоже все неоднозначно смотрите конечно если вы хотите помочь что нужно предложить у нас кстати это принято это очень принято в нашем обществе в английском предложить помощь can i help you но ни в коем случае не нужно там лезть напролом там считается что нельзя нарушать личное пространство человека если он не просит о помощи да и что касается англоязычного мира то там не принято помогать посторонним в западных странах помощь часто имеет извращенное понимание то есть вот один молодой человек хотел помочь девушке подняться когда она упала с велосипеда но его обвинили в сексуальных домогательствах а это очень серьезное обвинение причем там даже что парадоксально даже и никаких подтверждений не нужны доказательств то есть можно просто написать жалобу обвинение и человек может лишиться и работы и вообще всего вот за за обвинение за сексуальные домогательства вот есть такая обратная сторона медали да значит когда я садилась в электричку в англии это было я был такой тяжелый чемодан а электричка там сидит стоит очень крат короткое время и мне было никак этот чемодан не поднять то есть когда я путешествую по россии это все с большим чемоданом да и если я одна то это все решается очень легко потому что наши замечательные мужчины они легко помогают этот чемодан занести поднести там поднять спустить все что угодно и очень часто даже и просить не нужно то есть они идут мимо просто за захватили чемоданчик и помогли наши замечательные мужчины вот но там они меня торопили сзади меня стояли англичане они меня торопили но никто из них и пальцем не шевельнул чтобы хотя бы просто вот помочь мне и вот когда я спросила то есть не могли бы вы мне помочь вот там нашелся не коренной англичанин это был инди значит из индии товарищи происход происхождение до индийского происхождения он мой чемодан помог мне запихать вот в электричку вот когда мои друзья путешествовали на машине они случайно там перевернулись была такая вот авария и что интересно иностранцы мимо них и значит либо ехали либо останавливались они их фотографировали снимали видео вызвали к они конечно вызвали там скорую все но никто к ним не подошел и вот только наши туристы которые тоже ехали мимо они остановились и бросились к ним вытаскивать их из машины потому что они никак не могли выйти значит вот такой вот такая вот ситуация далее следующий вариант следующая значит следующий пункт это не следует указывать другим людям что делать друзья вот кто сталкивался с тем что посторонние люди во или ваши знакомые лезли к вам с указанием что вам делать или делали вам замечание до поставьте пожалуйста нолики если вам это не нравилось поставьте нолик и не давайте так поставьте шестерочки поставьте шестерочки если это вам не нравилось вот в англоязычном мире с этим очень строго но но напомните мне пожалуйста в конце я вам расскажу скажем так об изощренных методах англичан указывать кому-то вот кому-то что-то делать напомните мне пожалуйста в конце так а давайте не в конце давайте я вам сейчас расскажу да согласны давайте сейчас вам расскажу значит ситуация следующая значит эта девушка на ю тубе рассказывала значит у нее там блог муж работает войти компании вот и они значит переехали в какую-то там деревушку сняли квартирку и квартирка значит была очень-очень грязная то есть она там две недели и и там отмывала эту квартирку вот и вот значит однажды в 8 утра у них есть такая привычка приходить в 8 утра 8 утра приходит сосед и значит просит ее выйти во двор и там он ей долго рассказывает что у них вот тут вот общество которое очень-очень следит за порядком и на их месте жили очень-очень порядочные люди которые очень-очень значит следили за порядком и у них недопустимо никакого мусора идут я показывает на кучку мусора а то значит что такое странное непонятные какие-то старые тряпки старые тапки какие-то обрывки газет там обозначить что-то еще то есть какая-то куча чего-то какого-то хлама навалено и она понимает что это он к ней обращается и таким извращенным способом требует от нее чтобы она этот мусор убрала и я не знаю из-за недостатка владения английским языком или еще почему она проглатывает все а это такой знаете этот скажем такое ну и заширенное лицемерие хамство то есть чего вам навалили мусор и требует от человека до что вы тут за нами поубирайте да мы тут все поддерживаем порядок в этот убирайте то есть возможно он намекал ей что это типа ее мусор или еще что-то я не очень поняла потому что в данной ситуации надо было вежливо его спросить а почему вы мне по указываете на свой мусор и о том насколько чистоплотный был предыдущий жилец я очень хорошо знаю потому что я две недели уже эту квартиру отмываю от его чистоплотности вот так можно было поставить на на место да вот она же что сделала она это все проглотила и пошла убирать чужой мусор вот что для меня было конечно просто верх скажем так лицемерия и верхамства со стороны вот этих вот англичан которые там проживали вот да там никто так строго не скажет да как у нас принято и она побоялась наверное вот есть сказать в ответ что почему вы мне указываете на ваш мусор да с чего с чего бы это вот друзья а так давайте пожалуйста поактивнее в чат иначе я сокращу буду меньше вам рассказывать полезного материала вот эта девушка значит на ю тубе значит кого поразило это да то пожалуйста поставьте семерочки в чат поставьте семерочки в чат кого это поразило история то что я сейчас вам рассказала вот и у многих сложилось впечатление что вот англичане они такие белые пушистые да на самом деле если вы посмотрите сериал ой как этот сериал то называется боже мой про семью я забыл а аббатство даунтон аббатство даунтон то там есть старая графиня которая очень язвила она такая всегда с юмором говорила и всегда извительно такая вот такие вот извительные подкор подковырки это скажем так одна из черт многих англичан много англичан вот да и следующее что очень важно это соблюдать правила значит как говорится в чужой монастырь со своим уставом не ходят да и прежде чем куда-то ехать нужно конечно выяснить правила этой страны да если вы куда-то приезжаете или нужно соблюдать правила страны города и даже отеля в отеле горничным обычно принято оставлять чаевые это надеть нужно делать так как это принято в этой стране в некоторых странах чаевые дают только бумажными деньгами нельзя монетами в других странах чаевые нельзя оставлять на столе вот в сша чаевые в ресторане и в других заведениях составляют 20 процентов от стоимости заказа конечно огромная стоимость огромная сумма ну вот такая да и кстати мне очень нравится как борется с нарушителем правопорядка в сша и великобритании если сосед шумит вы просто вызываете полицию и она с ними разбирается и в зависимости от величины нарушения правопорядка это может быть замечание это может быть штраф и даже выселение из дома или квартиры да так и значит еще так что еще у нас следующий до соблюдать нужно границы дозволенного обязательно да а немножко вернусь назад немножко вернусь назад значит вот что еще хотела сказать есть обратная сторона медали все очень жестко регламентирована на все нужно получать разрешение и в сша великобритании и вот мои знакомые там в течение нескольких месяцев снимали квартиру так вот там даже нельзя было вкрутить заменить лампочку без разрешения владельца владельца квартиры и в сша нужно получать разрешение на все на любые действия то есть вы не можете там очень часто провести ремонт в своей квартире или доме без разрешения без получения каких-то платных рецензий то есть это вот такие правила до и значит соблюдать границы дозволенного то есть считается невежливо настоятельно просить о чем-либо если это не входит в обязанности человека до человек может пойти вам навстречу и помочь ущемляя свои интересы но если он не обязан это делать не следует ему об этом просить не следует настаивать да вы кстати очень часто бывают такие ситуации когда вас просят о чем-то а вы не можете отказать и об этом мы будем говорить на мастер-классе понедельник далее благодарность ну наверное вы все это уже знаете но еще раз повторю что за все хорошее нужно обязательно благодарить открыто и открыто то есть небо не бойтесь благодарить то есть сказать спасибо thank you thanks a lot thank you very much то есть всегда всегда нужно всегда нужно благодарить так и следующий момент и извинение то есть если что-то сделали не то то нужно извиниться и кстати в англоязычном мире очень распространено выражение простите это моя вина sorry it's my fault даже если человек не виноват а как-то косвенно причастен к недоразумению то он извиняется если вы сделали что-то не так никогда не нужно оправдываться не нужно оправдывать свои действия или сваливать на кого-то свою вину нужно просто извиниться друзья и мы переходим да кстати значит в англоязычном мире существует так сказать сублимация конфликта я продолжаю тема извинения то есть когда обе стороны берут на себя ответственность за происшествие и обе стороны извиняются кстати у нас тоже сейчас появляется такое вот пение когда извиняются обе стороны допустим столкнулись да ну вот извиняются обе стороны что такое сублимация конфликта если человеку нечаянно наступили на ногу то извиняются перед ним и тот кому наступили тоже извиняется как бы за то что он оказался на пути вот в лондоне как-то шла по улице и смотрела на витрины и из магазина выбежала девушка и мы вот почти столкнулись и лбами я сказала о и она сказала i'm sorry и все никаких возмущений то есть смотреть куда и смотрите куда идете да вот и друзья значит дальше мы собственно переходим к межнациональные или межкультурные различия так друзья сейчас понятно о чем мы говорим да вижу семерочки ваши хорошо то есть мы сейчас больше говорили о том что относится и к нашему миру да и собственно говоря к общем к общим правилам вежливости а сейчас мы переходим непосредственно именно межкультурным и межнациональным различиям и вот здесь мы возвращаемся к произношению и интонации произношение если вы совсем не занимались постановкой произношения с грамотным носителем языка как это делают у нас в школе english wave и неправильно произносите звуки то вместо слов которые вы хотите сказать может звучать грубая и даже не цензурная лексика вот еще одна из причин почему мы начинаем с произношения ну например если вы неправильно произнесете глас гласную в кратком варианте не могу да то может получиться очень грубое не цензурное слово что касается интонации то она очень сильно отличает английская интонация очень сильно отличается от антенации других языков и от русской и от белорусской от украинской там от казахской да и я хочу обратить ваше внимание именно вот на интонацию язык это очень важный аспект из-за которого ваша речь может звучать грубо и вы не сможете понимать на слух как я уже сказала английская интонация кардинально отличается от интонации нашего вашего родного языка вот представьте вот на первой картинке да представьте что человек ныряет в море с высокого обрыва вот это вот интонация наша интонация интонация русского языка друзья а кто пускал блинчики плоскими камешками по воде вот вы бросаете камушек и он как бы скользит по волнам вот это и есть английская интонация вот сравните слева картинку и справа если вы произносите английские фразы с нашей интонации то для носителя английского языка это звучит грубо они не виноваты в этом есть даже такой американский стендап про русскую интонацию когда американец говорит нет я ни за что не буду спрашивать русского как пройти потому что я боюсь да кстати однажды наших туристов сняли с рейса в сша знаете почему вот из интонации как раз потому что стюардесси показалось что они замышляют что-то нехорошее поскольку их речь звучала грубо для ее ухо а они всего лишь летели на юбилей какого-то своего родственника или друга и обсуждали подарок которые они хотят купить но они обсуждали не давай купим то давай купим то но она вызвала наряд полиции в общем их пришли люди с оружием их сняли с рейса вот даже об этом была информация в интернете но я например просто познакомилась случайно с человеком который был на этом рейсе он все это видел и он был очень удивлен потому что он понимал что они ничего предусудительного не делают вот да люди судят о нас по нашей речи и есть замечательная поговорка по одежке встречают по уму провожают и первое впечатление о себе вы создаете своим верхним видом конечно но самое главное впечатление которое останется от вас это ваша речь так понятно друзья кому про интонацию понятно поставьте пожалуйста четверочки кому понятно про интонацию мы как раз занимаемся и интонацией и произношением нашей школе далее табу смотрите не принято обсуждать деньги здоровье тоже не то что здоровье а болезни женитьба замужества дети семья сестры братья религия и политику друзья вот мне как раз нравятся вот такие замечательные правила да вот ну наверное кому то из вас задавали там вопросы когда женишься или когда замуж выйдешь или когда ребенка будете рожать да вот и для людей это конечно звучит неприятно вот кому это понятно поставьте пятерочки кому понятно что когда задают такие вопросы это как бы вот совсем неприятно то есть это вот такое вот вторжение в личную жизнь да и у них обычно не принято рассказывать о своей семье там о детях естественно если вы близко уже познакомитесь туда можно общаться а где-то там допустим на работе в офисе то есть фотографии они могут носить но они никогда не обсуждают это религия это вообще очень интимная тема ее не при каких условиях обсуждать не нужно даже вот в америке есть такая тенденция они уже давно не поздравляют человека если они ему не известно его вероисповедание не говорят ему допустим happy christmas счастливого рождества у них принято happy holidays счастливые праздники вот и не принято обсуждать политику потому что ну в принципе есть сверху скажем так спущенные темы которые обсуждать нельзя и это не только обсуждать между собой нельзя это скажем так нет смотрите между своими между своими они обсуждают конечно но здесь нужно понимать что там у них очень 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 ограниченный доступ к информации то есть что на самом деле происходит в мире они не знают что на самом деле происходит в мире они не знают у них нет доступа к этой информации вот у нас есть доступ ко всей информации У них нет, у них есть только то, что им вот спустили, потому что все другие мнения, кроме спущенных сверху, они запрещены, они запрещены, поэтому, значит, смотрите, они могут говорить там, мне нравится этот президент или мне не нравится этот президент, да, между собой они как бы могут это обсуждать. Но, что касается международной политики, они понятия не имеют, что там происходит, абсолютно, очень мало, скажем так, это в основном американцы, которые говорят действительно правду, но им запрещают это делать, они находятся где-то там за пределами, да, то есть, что на самом деле происходит, они не знают. Далее, следующий момент, глагол must, который очень часто любят употреблять те, кто изучает английский. Значение должен. Можно употреблять этот глагол только по отношению к себе, хотя носители языка этого не делают. Они заменяют его на эквивалент have to. И you mustn't, ты не должен, да, многие думают, что ты не должен делать что-то. На самом деле, you mustn't имеет значение нельзя. Нельзя. И употреблять этот глагол по отношению к другим, глагол must, употреблять глагол по отношению к другим, грубо, то есть, этого не нужно делать. Да, и вот как раз мы переходим к этой вот теме. Сейчас очень популярно изучать английский по фильмам, но часто фразы из фильмов звучат грубо в реальной жизни, потому что реплики героев пишут для выражения их характера. Если бы там было всё очень вежливо, это было бы, так, как это сказать, скучно, это бы было скучно, да? Вот, поэтому реплики пишут для выражения характеров, и на самом деле в жизни так говорить не нужно. Поставьте плюсики, кто знает фильм «Джентльмены удачи» с Евгением Леоновым в главной роли. Вот. Наш один английский, наш друг, один английский джентльмен учился живопись в Санкт-Петербурге, вот, потому что в Англии уже живописи, классической живописи не обучают, там только вот эти все современные выливания. Ой, sorry. И он преподавал на курсах английский язык. И вот однажды девушка спросила его «Как мой английский?» И он ответил, как ему показалось, очень смешной фразой из фильма «Ваше место у параши». И он очень удивился. А почему девушка обиделась? Все так весело смеялись над фразой в кино «Что не так?» Да, или вспомните знаменитую фразу из фильма «Какая гадость – это ваша заливная рыба». Да? Вот с английскими фразами то же самое. В жизни так говорить чаще всего не следует. Окей? Да. Значит, кому понятно про фильмы, что очень часто там звучат фразы, которые не нужно употреблять в устной речи, поставьте, пожалуйста, девяточки. Ага, правила движения, Юлия. У нас будет это дальше, да? Правила движения, смотрите, правила движения, так, а мы как раз сейчас перейдем к этому. То есть мы говорим с вами о повелительном наклонении. Значит, вообще в разговорной речи повелительное наклонение употреблять нельзя, то есть нельзя указывать людям, что делать. Но повелительное наклонение употребляется в ряде случаев. У меня, кстати, есть видео, вот я сейчас его не прикрепила, есть видео, когда, в каких случаях можно употреблять повелительное наклонение. Да, повелительное… Сори. Повелительное наклонение употребляется в инструкциях и в правилах движения. И есть еще ряд фраз, где оно уместно. Ну вот есть видео, и кому интересно посмотреть такое видео, и кто его еще не видел, напишите «Я». Напишите «Я». То есть именно вот в инструкциях и в определенных ситуациях, которых я сейчас говорить не буду, потому что есть такое видео у меня на канале. Так и называется, я забыла там что-то, секрет повелительного наклонения, что ли, как-то так. И я вам расскажу случай, который произошел в Эрмитаже. В Эрмитаже привезли… В Эрмитаже, который в Санкт-Петербурге. В Эрмитаже привезли коллекцию из Британского музея, и в сопроводительном письме было указано, что желаемая температура там, ну пусть, к примеру, будет 20 градусов. Были 18 градусов. 18, по-моему, было. 18 градусов. И работники не обратили на это внимания, в зале было 22 там или 24, 24 градуса. И сопровождающий несколько раз с такой очень вежливой, завуалированной просьбой обратился, обращался. Он говорил, можно ли понизить температуру до такой-то, до такого-то градуса, да, и никакой реакции. И вот, приходит письмо с печатями, где написано, пожалуйста, если возможно, то хотелось бы, то есть вот с такими вот вежливыми, обтекаемыми выражениями, написано, что хотелось бы, да, было бы хорошо понизить температуру до 17-18 градусов. Да, кстати, вот мы недавно были в Третьяковской галереи, там 18 градусов они держат, чтобы картины сохранялись. Вот, к счастью, нашлась грамотная переводчица, которая знала вот эти вот межкультурные различия, и она сказала директору Эмитажа, что температура должна быть строго, 18 градусов. Срочно установите нужную температуру, или вы испортите ценные экспонаты. То есть вот у нас в таком, они поняли, они поняли и всё исправили. А вот когда это было всё так обтекаемо, никто не реагировал. Ну, это вот такие наши межкультурные различия. То есть мы более прямолинейные. Мы более прямолинейные. Юлия, я имею в виду, mustn't в правилах. Да, да, в правилах, да, это употребляется. Я как раз и говорю, что это, мы говорим, смотрите, про устную речь, да, про устную речь, а правила и инструкции, это немножко другое, это совсем другое. То есть мы говорим про общение, про разговорные речи, а в правилах и в инструкциях, в инструкциях, да, это употребляется. Но, смотрите, часто, если это не совсем смертельно, то могут mustn't заменить на shouldn't, не следует. Shouldn't вместо mustn't. Окей? Друзья, понятно про повелительные наклонения? Я не знаю, поставьте, наверное, десяточку в чат, если понятно про повелительные наклонения. Ну, спасибо, Юлия, что вы уточнили, что вы уточнили. Это очень хорошее уточнение, потому что мы говорим про разговорную речь, да, а вот в правилах и в инструкциях там может быть по-другому. Да, спасибо вам за уточнение. Так. Ага, и смотрите, значит, просьба, мы идём к просьбам. Очень многие люди, когда общаются, когда обращаются с просьбой на английском языке, они делают перевод калькой с русского. Например, «Откройте, пожалуйста, окно» или «Дайте мне, пожалуйста». Значит, вот этого делать не нужно, да. Слово «плэз» не делает кальку вежливой. То есть, когда вы ставите на первое место глагол, это повелительные наклонения, это такой же приказ, и это звучит невежливо. Ещё раз повторю, слово «плэз» не делает фразу вежливой. То есть, у нас это вежливая фраза, а в переводе на английский язык это звучит грубо. То есть, в английском языке есть специальные формы, которые используют для вежливых просьб. И об этом во второй части мастер-класса есть. Друзья, кому понятно, что слово «плэз» не делает фразу вежливой, поставьте, пожалуйста, пятёрочки в чат, много пятёрочек в чат, что нельзя говорить «give me please», если вы заказываете еду в ресторане. Поэтому это звучало грубо, да. Далее. Отрицание. Смотрите, а это особенно касается британского варианта, но и американского тоже. То есть, они стараются избегать отрицания или смягчать отрицание. И есть несколько способов, как это сделать. Вот я вам расскажу историю своей жизни. То есть, моя коллега из Англии была в России и перед отъездом купила подарки своим родственникам. Ей понравились наши шоколадные конфеты, очень понравились. И, значит, когда она мне рассказывала, что она купила, она сказала, «Я купила коробку шоколада», но они так говорят, «Я купила коробку шоколада», я перевожу калькой, «Я знаю, коробка не для меня». То есть, по-русски это звучит, как это косноязычно, да, «Я знаю, коробка не для меня». Зачем говорить, что я это знаю? «Это коробка для моей мамы». «Я купила коробку шоколада, «Я знаю, коробка не для меня, это для моей мамы». Но вот этим вот «я знаю» она смягчила отрицание при помощи вводного выражения. I know. Я знаю. Это один из способов смягчить отрицание. Но это не значит, что это можно применять всегда, да? То есть вы можете наоборот этим словом усилить отрицание. Но вообще в любом общении постарайтесь избегать отрицания или негатива. Смотрите, очень часто, чтобы избежать отрицания, значит, делается вводное предложение, и негатив переносится в первую часть предложения. Ну, например, мы бы сказали, я думаю, что она завалит экзамены, я думаю, что она не сдаст экзамен, но она совсем не готовилась. По-английски нужно сказать, я не думаю, что она сдаст экзамен. Окей? Я не думаю, что она сдаст экзамен. Ну, в наших уроках это всё есть. И ещё есть такой момент, значит, я однажды наблюдала, как муж и жена делали покупки в универмаге в Лондоне, и женщина примеряла платье, она вышла, и платье ей совсем не идёт, ну, вот совсем не идёт. И муж, или, я не знаю, может, это, ну, не муж, там, или спутник, или друг, он сказал. Значит, он не сказал, это платье тебе не идёт. Он сказал, я не думаю... Как он сказал? Подождите. Я не думаю, что это лучший вариант, я не думаю, что это тебе подходит. Давай посмотрим ещё. Я не думаю, что это тебе подходит. Он не сказал, что это тебе не подходит, он сказал, я не думаю, что это тебе подходит. Давай, давай посмотрим другое платье. уверенного будет лучше то есть вот все в таких вежливых все в таком вежливом направлении следующий момент смотреть gonna wanna gotta куда будешь уда сейчас это вот короткие выражения да это сокращение они появляются в беглом в беглой речи беглой речи вместо с допустив гауин ту люди говорят гора вместо манту говорят вона вместо куди куда вместо буди вуда вместо щурью сюда но смотрите сейчас это все больше и больше проникает в разговорную жизнь хотя 10 лет назад очень многие это не как ну скажем так многие носители языка к этому относились отрицательно что рекомендую я ну наблюдайте за вашим собеседником если он говорит такие слова то вы тоже можете говорить но есть один юанс это только в том случае если у вас беглая речь потому что если у вас речь медленная с остановками то эти все выражения будут звучать достаточно глупо то есть они то говорят это так потому что говорят очень быстро и заглатываются буквы заглатываются звуки заглатываются звуки поэтому при медленной речи нужно лучше говорить полную фразу окей да вижу ваши пятерочки спасибо дальше прощание да кстати есть такое выражение у нас в русском языке уйти по-английски то есть как бы считается что уйти по-английски значит не попрощавшись но это не имеет ничего общества ни у чего общего с реальной жизнью я написала видео записала видео есть меня на канале видео как образовалось это выражение тоже кому интересно можете посмотреть и как нас на самом деле на самом деле в англии принято очень 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 долго прощаться то есть они там по 5 минут прощаются если допустим пришел гость он ему нужно уходить они то пять минут прощаются то есть там есть целый ритуал таких вот прощений поэтому ни в коем случае уйти по-английски это не значит на самом деле уйти не попрощавшись и типа английский как раз долго прощаться но у нас эта фраза значит уйти не попрощавшись почему это так посмотрите пожалуйста видео и кстати если вам интересно напишите напишите хочу напишите хочу и я эти видео продублирую вам потом продублирую в в рассылке и в нашу группу и для тех кто будет смотреть в записи я под видео тоже расположу тогда ссылку на это видео сейчас пока нет этой ссылки далее есть еще приглашение смотрите у нас принято очень быстро принимать приглашение и отказываться ну например там на вечеринку да вот принятие приглашения очень отличается от тому к чему мы привыкли это определенный ритуал допустим наше обычное спасибо да приду звучит как-то невежливо вот как правильно принимать приглашение это во второй части мастер-класса также есть специальные фразы как вежливо отказаться вот не так совсем как мы говорим по-русски мы просто говорим да у извините я не могу там я занят и все в таком духе для нас это нормально то есть мы более прямолинейные это наша особенность мы более прямолинейные более радушные более гостеприимные вот там все это все завуалирован и все более скрытно все более скрытно вот и есть такой еще момент как эфемизм и да и фаназе что это такое это когда вместо употребляется нейтральная по смыслу слова вместо того которое считается вот вроде звучит грубо то есть эфемизма это нейтральные по смыслу эмоциональной нагрузки слова и выражения их используют для замены слов и выражений которые считаются непримечными или неуместными ну например слово беременная лучше говорить будущее мама по-русски да у нас тоже есть эфемизм и в американском варианте например слово туалет заменяется словом ванная или комната отдыха bathroom или rest room ну кстати великобритании они говорят туалет они нормально они в этом случае в этом не заморачиваются у меня была очень смешная ситуация когда еще очень-очень давно я провожала американца в аэропорту и вдруг он приезжает и спрашивает там rest room да то есть где rest room я так обалдела немножко я тогда еще этого не стал это было очень давно я думаю комната отдыха вот потом я все-таки сообразила что ему нужно до показала где это находится вот поэтому значит rest room употребляется для какие употребляется каких-то заведениях употребляется каких-то заведениях там аэропорту на вокзале а вот basu bathroom они говорят это для дома для домашнего употребления и так да наверное быть все знаете да что у них не принято говорить слово негр да для нас это нормальное слово потом но у нас не было смотрите россия когда была империя на никогда ни одну страну не не сделала колоний у нас не было колоний как таковых вообще никогда а вот англичане да они делали колонии и уничтожительно относились вот негритянскому населению поэтому у них слово негр это ругательная да для нас это нормальная то есть у них принято говорят негроидная раса да вот а там нужно говорить афроамериканец вместо негр или черный друзья мы сейчас перейдем к небольшой презентации я раскрою вам секрет про эти выражения до в истории с моей знакомой когда сказал стюардессе две фразы которые есть каждом учебники стюардесса сначала покраснела потом побледнела и гневно на нее посмотрела и спросила бы русская вот но прежде чем мы перейдем популярным фразам которые звучат грубо мы послушаем елену дергунову это впервые в первую очередь для тех кто у нас проходит тренинг для тех кто проходит тренинг а также мотивировать тех кто тренинг не проходит но у нас занимается значит я сейчас включу елену буквально тут она пару минут наверное пару тройку минут будет говорить так и значит нам нужно будет настроить сейчас я настрою вот так здравствуйте меня зовут дергонова елена я родилась и живу в москве и мне очень важно иметь грамотное произношение и свободно говорить на английском языке потому что в дальнейшем я собираюсь работать я изучала английский язык в швезд около двух лет и несмотря на внушительный словарный запас и уверенность знаний грамматики я так не смогла заговорить признаться мне это очень сильно интеллировало и я не понимала почему мои знания так не перешли в навыки год назад совершенно случайно в интернете я увидела видео интерната которая подробно объясняла как работает наша память почему многие люди которые долго изучают английский язык так и продолжают молчать или же говорят неуверенно с ошибками и главное что для этого нужно сделать чтобы договориться я настолько вдохновилась увиденным и услышанным что решила приобрести весь курс сразу и за год я прошла все 40 лет чем очень горжусь признаться мне было не просто выделять ежедневно по часу в день на занятия но удовольствие от результатов мне кажется по крайней всего в семье сейчас я могу понимать внутреннюю речь вне зависимости от акцента вне зависимости от особенностей артикуляции медицины говорящего и самое главное то что я получаю удовольствие от того как говорю сама раньше я стесняла своего произношения я хотела бы посоветовать этот курс тем людям которые так же как и я в свое время устали ждать результатов устали извиняться в свой английский устали молчать за границей в общении при общении с иностранцами просто возьмите попробуйте этот курс начните заниматься по этой системе и результат не оставить себя долго ждать не ждите в идеальных условиях начинайте сейчас начинайте с тем что у вас есть начинайте с сомнением с какими-то страхами неважно неважно что у вас сейчас есть главное начать дорогу от следующей я желаю вам удачи а я Продолжение следует... Продолжение следует... По-английски поставьте много-много восклицательных знаков в чат, пожалуйста. Кому понравилось, как говорит Елена, поставьте много-много восклицательных знаков в чат. Да, вы тоже можете так говорить. Этому обучают в нашей школе. Так, я всё настроила обратно, я вернулась, да? Всё видно хорошо. Друзья, вам она говорит, мотивирующие фразы. Начните и не останавливайтесь. Начните с тем, что у вас есть. И, друзья, мы с вами возвращаемся к нашей презентации. Две фразы. Give me, please. You don't understand me. Эти две фразы звучат грубо для носителей языка. Потому что в первом случае это повелительное наклонение. А стюардесса узнала, что она русская, потому что раньше, что моя приятельница русская, да? Потому что она раньше летала в Москву, и почти каждый пассажир звучал вот так вот. А эти две фразы звучат грубо. То есть эти фразы говорят те, кто учился английскому на территории бывшего Советского Союза. Ну, кстати, я думаю, что, может быть, и немцы тоже говорят. Не знаю. Но вот она летала в Москву. Да, друзья, то есть если вы заказываете еду, внимание, то есть give me, please, может звучать в другой ситуации достаточно нормально, да? Допустим, если вы, у вас просят телефон, номер телефона, когда вы заказываете еду, доставку, то вам вам скажут give me, please, там, your phone number, да? То есть это нормально. Но при заказе еды, именно при заказе еды эта фраза звучит грубо. То есть есть совершенно другие фразы, которые нужно произносить. Так, это понятно? Друзья, буквально, извините, я глотну буквально вот водички чуть-чуть. Ладно, сейчас, сейчас буду. Не ушла, когда Елена говорила. Горло у меня заклинило. Буквально минуточку. Хорошо? Хорошо? I'm back. I'm bread. Are you ready? Все, я глотнула. Так, мне еще сидеть тут под софитами очень жарко, потому что сзади еще светит солнце, все закрыто, поэтому мне очень-очень, скажем так, некомфортно. Выключить нельзя. О, друзья, я же еще даже не включила вот здесь. Вот так. Вот так. И смотрите. Значит, один из моих учеников, да, он когда-то был, когда был в США, он узнал, что вот за такую фразу, do you understand me, каждый себя уважающий официант США может плюнуть вам в блюдо, потому что для него это звучит грубо. Да, это ужасно, я считаю, что в блюдо плевать не нужно, но делать замечание не принято, это грубо, а вот чтобы выразить свое эмоциональное такое вот отношение, может вот так вот сделать. То есть для меня это, конечно, было шоком, но просто не нужно говорить такие фразы, потому что его тоже можно понять, для него это оскорбление. То есть если вы заказываете еду или напитки, нельзя говорить give me please, то есть нельзя употреблять по обелителе наклонения. Ну, по грубости это, в данной ситуации, это равносильно вот нецензурной лексике в русском языке, то есть по силе эмоционального воздействия. И смотрите, ни одному человеку, носителю языка, не придет в голову, что вы не знаете значение этих фраз. То есть если вы говорите, значит вы знаете. Ну вот смотрите, если по-русски вас отправят на три известные буквы, да, вам не придет в голову, что человек не знает смысл этой фразы. То есть он решит, что вы нецензурно выражаетесь, да, правильно, что, господи, ребят, я заговорилась. Ну, короче так, если иностранец пошлет вас на три известные буквы, то вам не придет в голову, что он не знает, что говорит. Вы будете считать, что он вот такой вот грубый товарищ. То же самое и наоборот. То есть замечания они не сделают, это не принято, но вот может сделать такую вещь. И теперь давайте все-таки еще остановимся на этих фразах. Значит, listen to me тоже не вежливо говорить. Смотрите, значит, listen to me могут говорить учителя, когда они говорят, допустим, слушайте меня детям, да, и повторяйте за мной. Это да. Listen, если можно говорить, если вы очень уже близко знакомы с человеком. Но более разговорное и нейтральное – это look, посмотри, look, look, значение послушай, посмотри. Дальше это вот open the door, close the window – это повелительное наклонение, это тоже не вежливо. Напомню, что слово please не делает слово вежливо. И теперь вернемся к этой фразе, да, к этой фразе. Так, Юлия спрашивает, какие фразы на замену? Мы к этому перейдем сейчас. Вы будете слушать фразы в исполнении носителя языка. И смотрите, что означает эта вот фраза? Do you understand me? Смотрите, вот в британском варианте это звучит несколько грубо. А в американском это очень грубо. То есть вот первое значение – это такой, как нашкодивший ребенок, да? Ты что, не понимаешь, что ты делаешь, да? Вот. А второе значение – это вот как Джек Николсон изобразил на картинке. Ты что, идиот, не понимаешь? Ты не понял меня? Да, то есть вот такое значение имеет это выражение. Друзья, в другой ситуации оно может иметь и несколько иное значение. Но, когда вы что-то говорите, а потом спрашиваете, do you understand me? Может ещё иметь значение, как сомнение в умственных способностях человека. То есть вы понимаете, что я говорю? То есть вы вообще нормальный? То есть в другой ситуации может иметь и другое значение. Но очень часто либо это звучит, как сомнение в умственных способностях, либо это раздражение, что ты не понял, что я говорю. То есть эта фраза достаточно грубая. То есть её говорить не нужно. Вот, как следует, смотрите, как следует спрашивать. Ну, это мы с вами обсудим чуть позже. Хорошо? Будут звучать носители языка. Мы прямо пойдём в школу на экскурсию. Эту фразу, это тоже не нужно говорить, потому что здесь как раз вы признаётесь в том, что с вашими умственными способностями не совсем всё в порядке. То есть вы не понимаете. Ну, то есть вот немножко не то, да? То есть эту фразу не следует произносить. Это значит, что вы умственно неполноценны, когда вы это говорите. Иссы, друзья, понятно с этими фразами? Кому понятно, поставьте, ну, давайте вернёмся к троечкам. Поставьте троечки, кому понятно. И сейчас мы разберём ещё одну типичную ситуацию. Одну милую леди из России пригласили выступить на научной конференции в Лондоне. Её доклад очень понравился, и организатор конференции Джек или Джейсон, я уже точно не помню, пригласил её к себе в офис, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. И когда она приехала в офис, то не обнаружила Джейсона и решила спросить, где Джейсон или где Джек? И когда Джейсон прибудет в офис? Вот как бы вы спросили? И она спросила так, как её учили. И вдруг она увидела вот такую вот реакцию, да, вот как у молодого человека. Как будто она спросила нормальным тоном, да, но была такая ситуация, как будто она накинулась на человека, то есть люди на неё так смотрели, человек на неё смотрел выпучив глаза. Вот, what did I wrong, да? То есть она удивилась, что я сделала не так, а что я сделала не так. А теперь внимание. Так, а почему, друзья, у меня почему-то не переключается... В чём дело? У меня не переключается презентация. Господи, да никогда ж такого не было. О, переключилась. А всё дело в том... Дело в том, что прямые вопросы при беседе с незнакомыми людьми звучат грубо. То есть вот этот вот... Where is Jason? Это прямой вопрос. Это прямой вопрос, и часто он звучит грубо. Как же нужно было общаться? А вот алгоритм любого общения. Ну, прежде всего, смайл, нужна улыбочка. Улыбка может быть широкой, она может быть едва заметной, даже грустной, но это означает приветливать. Даже вот если вы где-то идёте, да, там в офисе, с кем-то столкнулись с взглядом, то лучше изобразить такую вот улыбочку. Чуть-чуть там кончики губ вверх. Это означает приветливость. Далее нужно поздороваться. Hello. Кстати, вот что интересно, да, у нас слово привет в официальной речи не приветствуется, да, то есть мы говорим либо здравствуйте, там добрый день, доброе утро, добрый вечер. Привет мы общаемся только с такими знакомыми, с близкими людьми, да. А вот в английском hello принято даже в деловом общении и с незнакомыми людьми, то есть можно говорить hello. Ну, это скорее даже вот переводят часто привет, но это скорее наше здравствуйте, аналогично нашему здравствуйте. Дальше нужно извиниться, сказать excuse me. Кстати, есть разница между excuse me и I'm sorry. И, по-моему, есть, я не помню, есть у меня об этом видео или нет. Ага, ладно, сейчас коротко скажу, коротко скажу. Значит, смотрите, если вы только собираетесь причинить кому-то неудобство, то вы говорите excuse me, извините меня, такой вверх, да. А если вы уже причинили неудобство, то вы говорите I'm sorry, то есть простите меня. Но уже давно такая тенденция в Лондоне, по любому поводу говорят sorry, sorry, да. Ну, то есть sorry много не бывает, лучше извиниться, sorry сказать, чем не сказать ничего. Вообще есть в разных ситуациях, есть разные способы, как извиниться. И если у меня, по-моему, было такое старое видео плохого качества, я думаю, что я перепишу это видео, сделаю в хорошем, нормальном качестве. Сделаем мы это видео. Вот, немножечко попозже. Именно в каких случаях говорят, какие выражения следует говорить. Но если вы не знаете, лучше сказать sorry. Ну, вот про обращение вы уже знаете. Excuse me, да. Услышав акцент, они могут сделать на это скидку. Могут сделать, могут не сделать. Далее. Дальше нужно представиться. Introduce yourself. Да, нужно представиться. Я такая-то, сказать, что меня пригласил там Джейсон, и все в таком духе. Да? А вот дальше, смотрите, идет indirect questions. Не прямой вопрос. И смотрите, что хочу еще добавить. В любом обращении, вот здравствуйте, извините, должно быть всегда. Если вы в отеле, где-то в общественном месте, то просто запомните. Здравствуйте, извините. Вот они это любят. Кстати, французы тоже. И, значит, что такое непрямой вопрос? А непрямой вопрос – это когда перед вопросом стоит вводное предложение, а сам вопрос уже имеет прямой порядок слов. И примеры у нас будут чуть позже. Мы пойдем на экскурсию и послушаем примеру. Да, не могли бы вы мне подсказать, когда, в какое время приедет Джейсон. То есть мы пойдем сейчас на экскурсию, и будет звучать в исполнении носителей языка. Да, друзья, смотрите. Сегодня мы с вами говорили о том, как не следует говорить. А как надо говорить? Об этом я рассказываю в второй части мастер-класса. И к мастер-классу прилагаются еще и аудиотренажеры. И это получается очень ценный тренинг. То есть вы научитесь волшебным фразам, которые очень любят носители языка. Кстати, я как-то в Лондоне испробовала такую длинную вежливую фразу и обратилась с просьбой показать, как нам пройти. Ну, лондонцы, они вообще любят все показывать и рассказывать, да? Они к туристам очень лояльно, хорошо относятся. А тут я прям видела, какое удовольствие у них на лице написано. Они нам так долго все объясняли, что мы уже 20 раз все поняли. И чуть было не по ней, значит, мне отправились вообще нас провожать до того места, куда нам нужно было. А мы от гостиницы шли к Темзе. Вот. И смотрите. Да, это вот я как раз говорю, что есть вторая часть. Межнациональные различия, вежливые английские. Как правильно говорить, чтобы носители языка уважали вас, да? И смотрите, вот что написала Людмила. Людмила более полугода просила своего австралийского друга что-то сделать. Но ее просьбы вот не увенчались успехом. Но как только она написала вежливую волшебную фразу, то он сразу, в тот же день, выполнил ее пожелание. И написал ей ответ. «You asked me so politely, how could I refuse?» Что я могу сказать? «Вы лучшая», да, вот она пишет. И, кстати, потом он сделал Людмиле предложение, и вот она вышла за него замуж. Вот такая вот ситуация. Ну и, как я уже говорила, мне такие вот вежливые фразы, они очень-очень-очень помогали в путешествиях, да? Очень помогали в путешествиях. И, друзья, сейчас мы пойдем в нашу первую виртуальную школу English Wave. И, собственно говоря, на примерах посмотрим. Значит, те, кто еще у нас не зарегистрировался в нашей школе, в конце я дам ссылку. В конце я дам ссылку. И это вот сайт нашей школы. Ссылку я вам дам. И так, сейчас я настрою, ребята, потому что тут у нас все сбилось. Так, это вот личный кабинет. То есть после регистрации вы попадаете в личный кабинет. Да, кстати, вот тут есть английский по фильмам, да, есть песенки. И здесь, смотрите, тренинги и мастер-классы. Тренинги и мастер-классы. Вот мы сейчас сюда пойдем. Ну, во-первых, здесь есть мастер-класс, видео, кто пропустил, как научиться понимать на слух, кто не сделал подготовительное. Вот оно здесь есть. И дальше, смотрите, вежливый английский, межкультурные различия. То есть мы сейчас идем сюда. Вот я нажимаю старт. И здесь, смотрите, сначала идет мастер-класс, ну, похожий на тот, который я читаю сейчас. Я читаю, рассказываю это с 2012 года. Каждый раз немножко по-разному. Вот. И вторая часть, это как раз уже то, чего нет в этой первой части. А теперь, собственно, смотрите. Как нужно было сказать, да? Первое. Извините, можно нам две рыбы с жареной картошкой? Дайте мне, пожалуйста, две рыбы с картошкой. Так, слишком громко, да? Так, кто может, повторяйте. Моя жена, я вегетарианцы. Смотрите, как спросить, вы меня понимаете? Вот, смотрите, первая фраза, когда вы что-то сказали, видите, что человек как-то реагирует не так, да? Значит, для американцев, как они сказали, это звучит несколько прямолинейно, ну, слишком прямолинейно. Вот. А британцы любят эту фразу, особенно ее любят учителя. То есть они, когда что-то рассказывают, они в конце спрашивают. Это понятно? Это ясно? А теперь смотрите, замечательная фраза, когда, вот как раз спросить, вы меня понимаете? Это понятно? Does that make sense to you? Sense – это чувство, и также это смысл, да? То есть вот то, что я говорю, имеет смысл. Вот вместо do you understand me? Вот эту фразу нужно говорить. Does that make sense to you? Does that make sense to you? Дальше, значит, извините, как можно сказать еще. I beg your pardon. Это выражение любят американцы, а вот, и даже просто можно говорить, pardon, но британцы, многие, к этому выражению относятся свысока. Ну, типа того, что вот есть мы такие вот все, супер-пупер, а есть там такая-то пардония, которая живет там вот где-то там, и они вот говорят pardon. То есть это вот слово не все англичане воспринимают нормально. Кто-то так свысока. А теперь как сказать, что я, извините, я не понял, да, чтобы вам повторение. Извините, я не понял, я не уловил. I'm sorry, I didn't catch that. И как попросить, чтобы повторили, да? Господи, не так нажимаем. Вы могли бы повторить? Вот смотрите, модальная форма глагола can, could это прошедшая форма от модального глагола can. Но когда вы делаете, говорить could, это более вежливо. То есть вы могли бы повторить? Вы могли бы говорить более медленно? Could you please speak more slowly? Could you please speak more slowly? И, извините, что вы сказали? Вот вместо pardon, да, англичанин скажет так. Кому нравится, как звучит? Кому нравится слушать речь? Поставьте восклицательные знаки. Так, вот смотрите, как сказать, да, вы могли бы закрыть окно, пожалуйста. Закройте, вместо закройте окно, пожалуйста. Could you close the window, please? Could you close the window, please? Или Would you mind closing the window? Would you mind closing the window? Так, здесь есть как отказать. А теперь смотрите. Так, про метро нет. У нас было... Ага, вот про Джейсон и как раз. Да, кстати, вот... Как попросить, чтобы не курили? Could you please not smoke here? Could you please not smoke here? А теперь смотрите. Вот они... Значит, очень часто, когда заполняют декларацию или ещё что-то, просят ручку. Да, дайте, пожалуйста, ручку. Тоже невежливо говорить. Лучше сказать, смотрите как. Так. Do you mind if I borrow your pen? Do you mind if I borrow your pen? Вы не против, если я одолжу вашу ручку? Или можно также через глагол could. А теперь смотрите. Очень вежливая фраза. Спросить, где Джейсон? Вот такая вот накрученная, длинная. И я так думала, что, ну, наверное, они так это редко говорят. На самом деле, значит, когда приезжали две коллеги из Лондона, они так часто эту фразу говорили, что я вот... Я даже её тогда запомнила. И если переводить дословно, да, было бы интересно, знаете ли вы, где Джейсон, да, если переводить дословно. Так. И когда Джейсон прибудет в офис. Да, кстати, это звучит диктор, который имеет две учёные степени по английскому языку и имеет высший стандарт произношения королевский английский. Так, друзья. Да, значит, мы сейчас возвращаемся. Так, кому всё понравилось? Да я жду воскресательные знаки. Кому понравилось? Так, мы сейчас возвращаемся. В нашу школу. Так, и сейчас у меня вопрос к тем, кто... Друзья, напишите, пожалуйста, что ценного вы узнали сегодня? Напишите, пожалуйста, что вас больше всего поразило, что ценного вы узнали? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Пожалуйста. Для меня это очень важно. Да, ссылки я дам обязательно. И перед тем, как я дам ссылку, напишите, пожалуйста, буквально вот несколько строчек. Что ценного вы узнали? Особенно, кто слушал в первый раз. Кто слушал в первый раз, напишите, пожалуйста, что ценного вы узнали? Напишите, пожалуйста, что ценного вы узнали? Дальше у нас будет ссылка на практику. Мы уже завершаем. Я уложилась в два часа, как я обещала. Напишите, пожалуйста, что ценного вы узнали? Или что поразило ещё вас? Вообще, что ценного вы узнали? Напишите, пожалуйста. Насколько это было полезно для вас? Помните, да, что вот вежливо благодарить. Вот ваша обратная связь это вот благодарность. Ваша обратная связь это благодарность. Напишите, пожалуйста, в чат, что полезного вы узнали. так, и, друзья, пока вы пишете, я дам ссылку. Так, я дам ссылку. Да, и как вам понравились дикторы? Так, сейчас я дам ссылку на практику. Так, да, я тут вижу, тут пишут у нас в ВКонтакте. Так, да, итак. Так. друзья особенно кто не все у нас не приступил к практике обязательно приступайте узнали что сплошной политез в языке вежливость на вежливости ею погоняет тем не менее грубые слова их языка знает употребляет весь мир спасибо юлия ну вообще вы знаете я бы сказал так что вот эти вот грубые слова они у них считаются не особо грубыми допустим fucking job это гребанная работа всего лишь навсего они это могут говорить то есть это не так как в русском окей дикторы молодцы понятная речь да дикторы у нас просто замечательные дикторы у нас замечательные здесь на сайте у нас есть студенты так друзья мы сейчас завершаем завершаем наш эфир спасибо всем кто были спасибо всем кто будет смотреть трансляцию запись эфира и я сейчас включу в конце видео видео елены из здравствуйте меня зовут елена ульясова на данный момент я проживаю в англии приехала сюда 9 лет назад так так сейчас немножечко мы так я сейчас в конце значит я с вами уже я не прощаюсь я говорю до свидания и включу в конце видео елены которая проживает в англии здравствуйте меня зовут елена ульясова на данный момент я проживаю в англии приехала сюда 9 лет назад из эстонии имею богатый опыт изучения языка по приезду в англию я пошла на местные курсы в колледже но проучившись там полтора года я оставила эти курсы поскольку я не получала хорошего результата разговорного языка там больше изучали письмо и грамматика а мне нужен был именно разговорный язык после этого я брала частные уроки по skype но тоже оставила их потому что не было результата много смотрела различных курсов в интернете на некоторых я пыталась заниматься также получала по почте диски занималась по дискам но результата не было я узнала первой виртуальной школе взяла попробовала бесплатные уроки и мне курс понравился заучилась я на этом курсе сейчас около года и прошла чуть больше половины курса могу сказать что я почувствовала результат в этом курсе очень много разговорной практики практически весь курс построен на разговоре также хорошо припутано произношение есть диктофон по которому можно проверить свое произношение с дикторами в курсе есть вся необходимая грамматика для разговорной речи и что мне очень нравится здесь преподается не только речь но и культура речи потому что то что для русскоговорящих людей кажется нормальным для англоговорящих выглядит очень грубо так что приходите на эти курсы now i'd like to tell you about my life experience in england my husband and i came to england nine years ago in the first year we changed relocation and we stayed in very st. admins it is a small town located in the east of england it is 75 miles from london they leave 35 000 inhabitants there is the historical town there are a lot of historic buildings in the town it is very popular for tourism and locals to the surrounding area the favorite place of visitors and inhabitants of town of the park of the garden it is located on the side of a former monastery there are a lot of shops boutiques restaurants and entertainment centers sometimes we visit london usually we go where science singing or entertainment i don't want to live in london the hotel is very busy noisy and polluted city здравствуйте меня зовут елена да друзья на этом мы наш эфир завершаем вот если у вас есть вопросы есть какие у кого-то вопросы я думаю что все я все я хорошо на все я ответила то есть елену можно посмотреть да елена пишет вежливость очень важное качество ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого как вежливость лида спасибо большое интересно и полезно фразы вежливости знакомы но их считала официозом да и мало употребляя употребительным в обиходной речи это и поразило да юля интересно узнать историю а обещали про роулинг сейчас я расскажу хорошо хорошо друзья хорошо что напомнили так ладно тогда я сейчас вернусь вот сюда вот сюда хорошо что напомнили да про роулинг я обещала значит так сейчас на западе ну вы уже знаете да вот эту вот политику когда много-много полов и теперь значит есть есть люди которые требуют это было в фильме миллиардер которые говорят они не считают себя что он или она не считают себя они клачет обращайтесь ко мне ко мне они ну я в принципе не против ради бога пусть как угодно и себя считают но значит была какая-то статья или обращение когда было сказано что надо убрать из понимания вообще из определения мужчина и женщина нужно убрать вместо женщины нужно употреблять определение и для меня таким по такой была дикостью когда я это услышала вместо женщины нужно употреблять определение значит человек который менструирует я обалдела то есть женщина это плохо а вот то что они придумали это хорошо вот и роллинг 100 потом значит они еще там что-то писали про и роллинг значит джан роллинг она написала что на самом деле есть мужчины и женщины есть точно не помню эту фразу я просто сейчас вспомнила об этом да и сказала в мастер-классе конечно если бы я готовилась его подготовила и и этот ее пост в соцсетях он был по моему этот пост бы я конечно сделала скрин так вот за эту фразу за то что есть мужчины и женщины вот вот ее предали анафеме перестали ее везде приглашать если вот такой вот случай вот такой да значит елена пишет огромное вам спасибо еще раз благодарю вас за ваши уроки за вашу школу она лучшая спасибо спасибо друзья хорошо значит я думаю что я рассказала все сейчас спасибо что напомнили про роллинг еще раз даю ссылку на практику для тех кто у нас кто новенький кто будет смотреть кто у нас еще не регистрировался вот и друзья на этом мы наш эфир завершаем спасибо вам всем кто был и обязательно обязательно занимайтесь практикой если кто-то еще захочет написать добрые слова будет смотреть записи пожалуйста напишите под этим видео напишите пожалуйста под видео что полезного и что ценного вы узнали спасибо вам на этом мы наш эфир завершаем я напомню что у нас в понедельник эфир и самый главный эфир у нас в четверг вторник и среда вы занимаетесь практикой нашей школе первой виртуальной школе English wave в понедельник как преодолеть языковой барьер и научиться говорить нет в ситуациях когда вам садятся на шею а как преодолеть языковой барьер и стеснительность и Ni научиться говорить нет в ситуацией когда вам садятся на шею а в четверг самый самый важный И мастер-класс «Как научиться хорошо говорить и понимать на слух в 10 раз быстрее, чем в элитных языковых школах Великобритании и США». Всё, друзья, на этом всё. Спасибо вам, все были, и see you later. Увидимся. Bye-bye.